Помни, если ты чувствуешь волнение и стеснение в груди, если сердце сжимается и не может найти покой, это грехи твои, нуждающиеся в покаянии. В таком случае сердце обретает покой только с мольбой о прощении. Увеличится милость и придет нежданный удел. Да, неразрывная связь с Аллахом – это безопасная жизнь, умиротворенная жизнь и довольство. Если Аллах пожелает уничтожить кого-либо, никто не в силах этому помешать. А если пожелает кого-то спасти, то никто этому не воспрепятствует. Поэтому уповай только на Господа своего, и тогда сердце твое будет умиротворенным, настроение прекрасным и благополучен будет твой путь. Послушай, если даже покинут тебя в беде все вокруг, знай, что это Аллах взял на себя решение всех твоих проблем. Тому, с кем Аллах, не страшно никакое препятствие. Чем дольше тянется веревка, тем ближе она к концу. Так и трудности. Чем дольше они, тем и ближе к решению. Так и трудности. Чем дольше они, тем и ближе к решению. Мудрецы говорили, «Если бы трудности прятались в норах, то и там бы их настигало облегчение. Если ты в печали, то стучи в двери Аллаха. Если печаль полностью окутала тебя, то стучи сильнее. Радуйся. Если бы ты мог видеть всю пустоту и беспокойствие в душах людей, ты бы благодарил Аллаха за свое положение. За каждой тягостью наступает облегчение. Тот, кто уменьшит в этом терпение, тому будет уменьшена и награда после трудности. Терпение – ключ добра. Никогда не забывай, что есть много добра в том, что тебе сейчас неприятно. Пойми, если чувствуешь стеснение в груди и жизнь растратила краски, помни, что у тебя есть милостивый, щедрый, кроткий и прощающий Господь. Он возмещает все потери. Аллах Всевышний любит, когда раб его молит и просит благо двух миров. Это одна из милостей Господа своему рабу. Если человек гневается на просьбу другого человека, то Господь гневается на раба, не просящего ни о чем. Пусть никто после того, как попросит у Аллаха, не говорит, но не было же ответа. Потому что Творец ответил на мольбу даже самого наихудшего творения Иблиса, когда Он сказал, «Дай мне отсрочку до дня воскресения». Аллах Всемогущий сказал, «Поистине ты из тех, кому было отсрочено». Тот, кто попросит о чем-либо у Аллаха, пусть не сомневается в том, что мольба его будет принята. Так как одним из условий принятия мольбы быть уверенным в том, что оно будет принято. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорил, просите у Аллаха, будучи уверенными в его принятии. Подумай. Стоит только задуматься о своем состоянии, ты поймешь, что Аллах тебя уже одарил тем, чего ты и не просил. Поэтому, если ты не можешь достичь желаемого и несбыточными кажутся мечты, значит, в этом есть большое благо для тебя. Весы в судный день взвесят добро даже весом в пылинку. Это даже благое слово, которое будет достойно награды, и даже безмолвный взгляд с неприязнью, за который последует ответ. Даже если люди простят тебя, в сердцах останется холодный след. Но Господь наряду с прощением обрадует тебя своей безмерной любовью. Поэтому Он описывает себя в Коране. Он прощающий, любящий. Аллах в священной книге сказал, Он тот, кто миспосылает дождь после того, как они отчаиваются и распространяет свою милость. Аллах, который низводит с неба воду и извращивает на ней зелень, мощен над сердцем твоим, чтобы удалить от них печали и заменить их радостью. Он близок к зовущему, слышащий просящего, отвечающий молящему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok